и снова здравствуйте друзья с вами снова валерий снова об альтернативе точнее я бы сказал доброе утро с первым февраля и сегодня очередной отчет ветра солнечной моей системы за январь месяц кому интересно смотрим погнали сегодня ночью у нас выпал небольшой снег вот видим вот такая вот у нас зима тишина ветра нет и солнца нет в данный момент 8 часов кстати ветрогенератор наработал 149 киловатт часов за месяц ночью так там больше не так уж и много но если учитывать то что солнце выработало практически столько же то вполне неплохая получается альтернатива за месяц значит вот так вот выглядит сводная таблица выработки ветра солнечной системы за январь месяц значит для тех кто впервые попал на мой канал и впервые увидит такую табличку небольшие пояснения наш первая колонка это число месяца показания первого числа сбивались на ноль поэтому с первого числа обнуление и первого числа следующего месяца то есть через сутки снимались показания вторая колонка это показания выработки ветра и третья колонка это выработка энергии за сутки и далее есть четвертая колонка она связана также с ветрогенератором и в этой колонке записаны максимальные пиковые значения мощности и обороты на которых была эта мощность примеру пример пример ну даже вот возьмем 1203 ватта на сто восемьдесят одном обороте то есть можно проследить как работал контроллер ну и примерно можно ориентироваться насколько сильный был ветер в течение суток то есть примеру целый день ветра можете не быть но ночью там был какой-то порыв и контроллер зафиксировал там например три киловатта на двести одном обороте пиковую мощность так ну и далее здесь уже понятно выработка киловатт-часовой энергии общая от солнца и тоже выработка за сутки значит вот здесь вот был сбой солнечного контроллера он почему-то обнулился поэтому к этим показаниям добавились показания ну вот суточные и далее вот эти вот показания 62 кстати по солнцу вот видим ну примерно 5 6 и до 9 числа ну довольно таки солнечный день был был пик вот 9 числа 27 с лишним почти 28 киловатт солнца выдала по ветру пике были ну вот буквально здесь три дня то есть вот 18 19 и 20 числа здесь было 10 12 15 киловатт а так среднем вот по 200 ватт 100 ватт по нулям там она вот было 16 киловатт 12 киловатт 10 минут то есть за месяц ветреных дней реально ветреных ну если вот считать по 7 киловатт а вот 11 есть буквально было раз два три 4 5 6 7 8 9 ну и все 9 дней таких ветреных ну а то все очень мелкий мелкий ветер а ну вот еще 10 день был 10 10 дней за месяц более ветреных было а все остальные дни либо ветряк совсем стоял либо ну там буквально киловатт и до киловатта значит общая сумма наработки ветра и солнца за месяц у меня получилось 200 почти 74 киловатт часа то есть это вполне достаточно для небольшого домика кто-то возможно улыбнется скажет да у меня электрический котел за сутки больше потребляет ну это уж в каждого свои запросы друзья не знаю насколько полезна вам эта информация нужно ли в дальнейшем делать такие сводки ну то есть для себя то я и буду продолжу делать выкладывать ну возможно еще за февраль и то есть за зимние месяца вот три месяца выложу ну а дальше я не знаю надо ли это либо нет друзья еще один такой момент на который хотел бы обратить внимание значит в работе солнечной системы задействовано пять с половиной киловатт солнечных панелек то есть суммарная площадь этих панелек получается около 30 квадратных метров а рабочая ометаемая площадь винта которая задействована на ветрогенераторе то есть мощность ветрогенератора 3 киловатта на 200 оборотов и площадь винта его рабочая составляет примерно 11 квадратных метров то есть разница 30 квадратных метров и 11 квадратных метров ну как бы чувствительная разница то есть винт на альбатросе стоит 375 площадь посчитать несложно pr квадрат и вот чтобы сравнить ометаемую площадь рабочую ометаемую площадь ветрогенератора с рабочей площадью солнечных панелек винт должен быть на 30 квадратных метров но это более 6 метров в диаметре то есть примерно 630 вот так вот диаметр винта должен быть чтобы площадь этого винта ометаемо было 30 квадратных метров так что есть чему стремиться и есть чем сравнивать то есть в равных боеусловиях ветрогенератор выдал бы намного больше чем солнечные панели кстати я не сказал но возможно вы уже обратили внимание ветрогенератор за месяц выработал 149 киловатт часов 152 ватта а солнечная система выработала 125 киловатт часов 743 ватта данном месяце выработка солнечной системы сравнялась практически сравнялась там 20 копеечкой киловатт не дотягла до выработки моей ветреной системы ну вот февраль я думаю наверняка будет уже более солнечным потому что солнце уже поднимается выше ну а как ветер это мы еще посмотрим друзья на этом все надеюсь это коротенькое видео для вас было интересным полезным всем здоровья мира добра хорошего настроения побольше позитива побольше альтернативной энергии и до новых видео всем пока